МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Экономия должна быть зеленой, с плетником и поликарбонатом, доказывают изобретатели и агрономы из шахтерской столицы. Подводные тайны Кесарии. В Средиземном море найден уникальный клад. Что внутри человека, который внутри человека? Ученые исследуют мозг нерожденных детей. Поликарбонат и плетняк доказывают, что способны превратить зиму в лето. Но только если в ритме вальса. Все это происходит в условиях суровой степной зимы в самом сердце нашей страны, в Карагандинской области. Заодно выходит и экономить на отопление. Просто надо использовать и современные технологии, и то, что лежит под ногами. Технологичный зеленый уголок в трескучие морозы увидели наши региональные корреспонденты. Обогреваем солнцем, отапливаем камнем, а поливаем снегом. Вот так необычно в Карагандинской области выращивают растения. Такая теплица появилась в селе Самаркан, что близ города Металлургов. Совместить и разом сэкономить на всем решился карагандинский изобретатель Владимир Вашкевич. В своем регионе он известен как мастер по изготовлению котлов, отопления и фонтанов. А его новое увлечение уже бьет все рекорды. Цель получить максимум прибыли при минимальных вложениях достигнута. Даже при минус 30 зеленым обитателям теплицы тепло и светло. Ведь используется несколько энергосберегающих методик. Парник в 350 квадратов покрыт поликарбонатом. Материал пропускает солнечные лучи, накапливает тепло и не выпускает его обратно. Одна часть теплицы смотрит на восток, другая на запад. И весь день на строение падает солнечный свет. В обогреве участвуют 40 тонн камней. Часть теплицы занимает сложенный рядами плетняк. Эти камни собирались в Карагандинской степи и затем укладывались в отсек, обнесенный поликарбонатом. Солнечный свет, проходя через стену, нагревает плетняк. Камни также аккумулируют тепло, а затем теплый воздух циркулирует по теплице. Так действие солнечной энергии усиливается чуть ли не в два раза, объясняет изобретатель. Грунт, чтобы он не охлаждался под низом на глубине 60 сантиметров, лежит утеплитель, который воспрепятствует уходу тепла из теплицы через грунт. Поликарбонат мы еще не закончили, но идея такова, что у нас полностью теплица длиной 32 метра на ночь закрывается такой утепленной шторкой. На строительство оранжереи ушло полгода, рассказывает мастер. Владимир Вашкевич запустил ее в трескучие декабрьские морозы, чтобы испытать в отнюдь нетепличных условиях. Материалы подбирал долго, и вот удача. Все нашлось у местных производителей. Систему накопления энергии рассчитывал с запасом. Под землей несколько резервуаров с 18 тоннами воды. Они собирают тепло и участвуют в обогреве. А для подстраховки есть печи сухого прогрева воздуха. Впрочем, запускать их приходится только в очень крепкие морозы. Оригинальная система полива. Дождевая и талая вода по желобкам стекает в резервуары. Используется и капельное орошение. «Лучше пока ничего не придумали», — говорит изобретатель. «Это недорого и несложно». К тому же урожайность повышается в два раза. Экономия воды четырехкратная, а почва получает влагу там, где это необходимо. Поэтому меньше сорняков, а сам грунт не превращается в камень от перелива. Рассаду в теплице сажают два раза в год, а темпы роста увеличивают при помощи музыки. Учеными доказано, что под классику растения растут быстрее. Секрет в звуковой волне. 3 кГц способствует развитию растений. При 8 кГц растения болеют и чахнут, при 12 погибают. Объединение нескольких методик позволяет экономить, причем немало, — говорит изобретатель. Эту уникальную теплицу можно считать по-настоящему прорывным проектом. По отдельности, все применяемые методы существуют уже давно, однако удачно их сочетать, пока никому в Казахстане не удавалось. Мечта пирата, честного конкистадора и просто любого мальчишки, читавшего приключенческие романы. 17 тонн серебра и более 500 тысяч золотых монет. Это самый крупный в мире клад, а обнаружили его на корабле, затонувшем в средние века в Атлантическом океане. Стоимость находки оценивается в 500 миллионов долларов. Вес клада, о котором пойдет речь в нашем сюжете, конечно, значительно меньше, примерно 9 килограммов. Зато с ним связано столько всего загадочного и мистического, что тонны драгметаллов уже не удивляют. Так что, внимание, в народных новостях мистика и пиастры. Сундук с золотыми монетами — вот она, мечта любого археолога. Для членов дайвинг-клуба города Кесарии она недавно стала реальностью. Дайвер Цвика Фойер мог запросто пропеть пиратское йо-хо-хо и откупорить на радостью бутылку рома. А ведь сначала он подумал, что находка не представляет никакой ценности. Я увидел на дне что-то сверкающее, находка выглядела как золото. Сначала в голову пришла мысль, что это обертка от шоколадных монеток или что-то вроде. И все-таки решил подобрать и понял — золото настоящее. Группа вернулась на берег и сообщила о находке в морское археологическое отделение управления древности Израиля. Эксперты незамедлительно выехали на указанное место и с помощью металлоискателя собрали 2000 золотых монет в отличном состоянии. Древним дензнаком даже не нужна была чистка. Монеты использовали во времена правления фатимитского халифата в X-XI веках. Коби Шарвид, директор морского археологического отделения управления древности Израиля, предполагает, что клад оказался на дне моря в результате кораблекрушения, которое произошло в X веке. По версии Шарвид, судно затонуло по пути в Египет и монеты — налог этой стране. Правда, есть еще одно предположение — золото могло принадлежать торговому кораблю, следовавшему по маршруту Средиземного моря. Все покрыто мраком тайны. Как такое сокровище оказалось на дне моря? Идет ли речь о торговом судне? Возможно. Или это дань лидеру Каира, который в древности назывался фустат от правителя Кесарии? Римлянам потребовалось 12 лет, чтобы построить порт Кесария, которым управлял Ирод Великий, король Иудеи. После падения Римской империи Кесарию завоевали персы, а в VII веке — мусульмане. Затем им управляли крестоносцы и османские племена. Археологические работы здесь начали проводиться в 50-х годах прошлого века вплоть до 2006-го. Это вернуло город к жизни. Удалось восстановить такие архитектурные памятники, как церковь крестоносцев и римский театр. Сегодня все это богатство — часть национального парка Кесарии и находится в открытом доступе для туристов. А подводные туры в этом районе имеют право осуществлять лишь сотрудники местного дайвинг-клуба. Затонувший порт покрывает территорию в 200 тысяч квадратных миль и имеет максимальную глубину — 6 метров. Заглянуть внутрь человека. Да, нынче это возможно, ведь есть УЗИ, КТ, МРТ и прочие высокотехнологичные исследования и методы диагностики. Но некоторым ученым, а также будущим матерям, и этого мало. Им хочется заглянуть внутрь человечка, который находится внутри другого человека. Британские исследователи разработали новый способ просканировать плод — составить даже не трех, а четырехмерную карту мозга будущего ребенка. И они уже пытаются расшифровать информацию, которую получают в ходе этих изысканий. Это не просто точная модель человеческого мозга. Это модель мозга еще не родившегося малыша. Однако неонатологи уже могут рассмотреть каждый миллиметр его нервных окончаний. Задача команды ученых из Лондонского Королевского колледжа — не только засечь электрические сигналы в мозге плода, но еще и узнать, куда эти сигналы направляются и какое воздействие они оказывают. Для этого они создали специальное программное обеспечение. Мы можем сканировать даже при движении ребенка, особенно перед тем, как он должен появиться на свет. И эта возможность является огромным прорывом. Проблемы, возникающие во время родов или после них, зачастую оказывают влияние на детей гораздо позже. Передовая генетическая медицина до сих пор не в силах ответить на вопросы о том, что является причиной определенных болезней, например, аутизма. Некоторые нарушения и отклонения списывают на генетику, но врачи считают, что отклонения могут быть вызваны и нарушениями в развитии мозга плода. Малыши, рожденные раньше срока, особенно подвержены отклонениям. Родителям, согласившимся принять участие в исследовании, полагаются особые привилегии. Они могут увидеть самые неординарные снимки развития их ребенка. Лаура Криттенден готовится к рождению второго малыша в марте. Я очень любопытная, мне хочется быть в курсе, как все идет. Мне очень нравятся УЗИ, а если есть еще что-то, то, конечно, я не против. Будущие мамы, участвующие в опытах, понимают важность проекта, ведь это исследование прольет свет на непонятную до сих пор связь развития мозга с нарушениями и болезнями и поможет, если не их детям, то другим, которые родятся в будущем. Что-то сегодня какой-то детородный выпуск. И еще один интересный факт. Опять же, ученые выяснили, что ленивые беременные больше набирают вес. Но это и так понятно. А еще у них снижаются умственные способности. Так что подниматься с дивана, совершать прогулки и хлопотать по дому, будучи в положении, значит сберегать свой интеллект. Надеемся, что наша программа не только стимулирует мозговую деятельность наших зрителей, но и заряжает позитивом на весь день. Так что смотрите и не пропускайте народные новости на телеканале 24KZ. До встречи!